Доброе утро, друзья! Сегодня мы поговорим о духовном развитии и о выборе гуру. Как найти и как увидеть того гуру, кто действительно вас может чему-то научить. Вы знаете, каждые полгода я отсматриваю новые появляющиеся на рынке психотехники, какие-то семинары, тренинги. И не важно, они заходят к нам из Астралии, из Японии, из Америки, еще откуда-то. И каждый раз я отсматриваю новые лица, слушаю новые лекции. И вы знаете, я ищу все время материал, который может быть мне интересен дальше для саморазвития, какая-то техническая база. Сейчас этого становится все меньше и меньше, но интерес не угасает все равно. Я этим продолжаю заниматься. И вот параллельно начали приходить письма, знаете, как отражение зеркальное, которое говорит, надо на эту тему немножко поговорить глубже. И письма с просьбой расскажите, как определить, твой это учитель или не твой, твой это наставник или не твой. Я сегодня дам один прием, как я определяю, да, как я определяю для себя, мое это или не мое. Я стараюсь увидеть гуру вплоть до поезда к ним вживую и смотрю на гуру не как на гуру, вот он такой сидит красивый, он что-то говорит. Мы все говорим красивые слова, мы все рассказываем о себе красивой сказки. Но как определить, сказка это или реальность? Дело в том, что в этом мире внешне есть отражение внутреннего. И это, ну для меня это непререкаемо. Возможно, в вашей концепции по-другому. И гуру не может спрятать то внешнее, которое отражает его внутреннее. Это то, что действительно не может солгать. То есть, если вы видите, напротив гуру сидят глаза пустые, отрешенные, в них нет счастья, то значит перед вами такой гуру. Если вы видите, что гуру сектует людей и сделает их глупее, их жизнь разваливается, разваливаются их семьи. Это не просто так. Это значит такое духовное содержание этого гуру. Если вы видите, что вот рядом с гуру люди сидят и сияют, наполненные счастьем, да, они стали счастливые, они нашли выход из каких-то трудных ситуаций, у них решились какие-то вопросы, они ему просто благодарны. То вот это состояние любви и благодарности, это тоже отражение того, что есть гуру. И самое интересное, что я начала замечать, уже чем глубже, да, чем дальше в лес, тем больше дров, что когда гуру действительно, действительно чего-то достигает, то очень часто его отражает лес, природа, хороший особняк, любимая жена, устроенные дети. Вот тот быт, который дарит телесную, телесное наслаждение, радость, ощущение, глубину проживания момента здесь и сейчас. Как правило, это за закрытыми какими-то дверями. А иногда, иногда вот одна из встреч, которая произошла в моей жизни, ключевым образом повлияло на мою жизнь. Это был абсолютно незаметный, абсолютно незаметный дедушка, который сидел в стороне, и вся толпа прошла мимо. А возле него остановилось лишь пять пар ног, пять пар глаз, пять пар ушей. И у этих людей жизнь изменилась коренным образом. Но напротив него не было толп замученных глаз, не было толп замученных людей, напротив него лежали книги и сидел один ученик. Многое в жизни видала, но если вы хотите действительно понять глубину гуру, посмотрите на его внешнее отражение. Оно обо всем говорит. Оно говорит о гармонии. Оно может быть небогатым. Оно может быть небогатым, а может быть богатым. Оно может быть ярким, а может быть тусклым, но оно будет гармоничным. Оно будет дарить спокойную радость и счастье тем, тем, кто его отражает. Вот когда вы видите счастливые глаза, наполненные любовью и благодарностью, туда можно ходить. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.